Уже почти месяц, как вышло Android 12, но этого почти никто не заметил. И понятно почему. Наверное, для многих операционку, прежде всего, просто красиво перерисовали. И все. Но на самом деле изменений намного больше. И сегодня мы посмотрим на интересные фишки Android 12, которые почему-то не показывают. Разберемся, какие фишки придут в смартфоны других производителей. И заглянем, что будет с операционкой в 2022 году. Тем более, что совсем недавно прошел Android Developer Summit, на котором раскрыли некоторые детали. В общем, думаю, будет интересно. Это Droider. С вами Борис Веденский. Погнали. Итак, конечно, мы поговорим про Material U и изменения дизайна. Но мне кажется круто, когда операционка обновляется не только внешне, но и появляются новые фишки, которые делают ее удобнее. И в Android 12 появилось несколько, казалось бы, маленьких нововведений, но, на мой взгляд, они позволяют решать проблемы в телефоне быстрее. И, прежде всего, это то, что сокращает количество кликов или перекладываний девайса в руке. Во-первых, я говорю о режиме одной руки. Его надо активировать в настройках, а потом сделать свайп вниз по нижней части экрана, и дисплей сдвигается. Вторая фишка из этой категории — двойное постукивание по задней крышке. На нее можно повесить кучу вещей — от активации ассистента и скриншота до плей-паузы в музыке. Я так и сделал. А главное — есть настройка «Уменьшить чувствительность», чтобы не было случайных срабатываний. Очень удобно, например, при просмотре YouTube-роликов. И третья штука — новый поиск по устройству. Он активируется, когда мы делаем свайп вверх в список приложений. Можно включить, чтобы клавиатура открывалась автоматически. Мы вводим, допустим, название приложения, и главное — теперь мы можем запустить верхнее предложенное, просто нажав на виртуальный Enter на клавиатуре. И это дико удобно и быстро, а сам поиск работает по приложениям, контактам и настройкам. И чувствуете, да, все эти штуки упрощают используем телефона в одной руке. Забавно, что все эти функции мы увидели, когда Google выпустил Pixel 6 и 6 Pro с огромными экранами, не очень удобными для одной руки. А еще забавно, что все это мы уже видели в iOS. ТВС-наушники давно стали одним из главных спутников современного пользователя. В них мы слушаем музыку и подкасты, используем для просмотра видео, совершаем аудиозвонки и, ставшие особенно популярным в наше нелегкое время — видеозвонки. И если мы говорим про True Wireless наушники, то с ним есть одна проблема — далеко не все подходят для игр из-за высокой задержки. Поэтому важно подбирать те, которые не только заточены под медиа, контент и звонки, но и под игры. Например, это Access Style Wild TVS. Они обеспечивают задержку всего 60 миллисекунд, то есть отставание звука от изображения в кадре минимально. Удобная конструкция кейса с цветной подсветкой, есть зеленая, желтая и фиолетовая подсветка, эргономическая форма наушников и мягкие амбушюры. А еще защита от влаги IPX5 и приятная цена. Наушники обеспечивают объемный звук в широком диапазоне частот. Конечно, есть микрофон, куда без него, благодаря которому можно говорить по телефону, даже находясь в общественном месте. Ваши собеседники не услышат шум улиц, только ваш голос. Ну и, конечно, время автономной работы. Кейс получал аккумулятор на 400 мАч, что очень неплохо. Полностью наушники заряжаются за полтора часа, а на одном заряде способны проработать до 6 часов. А это несколько десятков ожесточенных поединков в колду мобайл без задержек по звуку. И еще кое-что. Для покупателей наушников Existyle Wild TVS есть еще один приятный сюрприз. Конкурс. На сайте, в котором можно выиграть один из 15 призов на игровой кошелек, выбранный системой номиналом 3000 рублей и главный приз — сертификат на 15 тысяч рублей для игр на любимой платформе. Подробности есть по ссылке в описании. Кликайте. Тем не менее, Android стал удобнее. Теперь переходим к визуальной части. Здесь основное нововведение — это концепция Material U. Что это такое? Помимо того, что все менюшки, тени, элементы, операционки полностью перерисованы, важно выделить два момента. Во-первых, в новом Android все очень большое. Шрифты в настройках и везде. Кстати, теперь новый шрифт используется — Google Sans. Большие виджеты, большие переключатели настроек, даже сетка приложений по умолчанию. Вот на этом экране 4 на 4. Я специально переставлял на 5 к 5. Второй момент более важный. Операционка становится персонализированной. И делается это, казалось бы, за счет пустякового момента. Всего-то навсего цвета системы подстраиваются под обои, которые вы поставите. Сперва показалось фишкой ради фишки, но когда попользовался, оказалось, что это штука, которая действительно меняет опыт использования смартфона. И тут интересно посмотреть, как оно делается. Во-первых, здесь выделяется сразу несколько цветов — основные и второстепенные, из картинки, которую вы поставите. Причем выбор цветов не всегда очевидный, поэтому тема выглядит интересно и не плоско. Кстати, цвета могут изменяться в зависимости от фрагмента обоев, которые вы выберете. Для одной картинки предлагается несколько световых схем, по которым подкрашивается все в системе — от иконок и виджетов до цвета Google-клавиатуры и даже анимаций. А еще в качестве пасхалки можно вывести виджет со списком ваших цветов. Можно включить тематические значки, которые перекрашивают фирменные иконки Google в цвета темы. Выглядит странно. Зато тема отражается во всех фирменных приложениях — фотки, почта, календарь, камера. А также разработчики сторонних имеют возможность добавить эти цвета к себе. Например, так уже сделал трекер с Nasleep as Android, но, думаю, большинство разработчиков забьют, потому что у них свои фирменные цвета. Ну и главный вопрос — будет ли эта вещь доступна в смартфонах других производителей? И ответ — скорее всего, да. По крайней мере, Samsung уже добавил эту функцию в бете One UI 4.0. Вот так примерно выглядит. На тему персонализации устройства работают даже анимации. Каким образом? Смотрите, если мы блокируем экран на Pixel 6, то вся анимация сводится прямо к кнопке питания на этом конкретном смартфоне. А если мы разблокируем Android на Pixel 5, то круги анимации пойдут из того места, где находится сканер отпечатка — в середине экрана. Это относится и к анимации зарядки, хотя она у всех смартфонов в одном месте. Следующая вещь, которую сильно обновили — это виджеты. Но помимо того, что у них углы теперь скругленные, важно, что предустановленных виджетов стало много, и они интересны. Есть виджет разговора, в котором можно выбрать любой чат или группу из WhatsApp или Telegram. Много самых разных часов и погодных виджетов, есть даже секундомер. Но самый классный угол фото, который вам напоминает о старых событиях и разных снимках, а еще у него можно выбрать любую форму. Еще одна штука, которая делает джинсным смартфоном проще — это уведомления. Казалось бы, в этот раз ничего особо не прокачали, но я нашел два интересных лайфхака. Точнее даже три. Во-первых, в настройках можно включить функцию откладывания уведомлений, почему по умолчанию выключено. Но прикиньте, как здорово. Идете на работу, приходит уведомление о новом ролике. Вы его откладываете на 15 минут, приходите на работу и смотрите. Во-вторых, если вы устали от захламленной иконками шторки уведомлений сверху, то можно включить галочку, и скроются те уведомления, которые приходили в тихом режиме. Ну а когда вы свайпните список, то их увидите. Ну и, наконец, можно включить сохранение истории всех уведомлений. Не знаю, зачем понадобится, но ссылку на них можно вывести в качестве виджета на главный экран. Рядом с уведомлениями находятся и быстрые настройки. Вы про них уже, наверное, слышали, что они большие, помещаются мало. Чтобы отрегулировать яркость, надо сделать два свайпа, а чтобы выключить Wi-Fi — два клика. Но мне показалось интересным то, что этот список умеет динамически меняться. Например, если у вас стоит будильник, то вы увидите в шторке переключатель который за него отвечает. Или если включите режим модема, то этот переключатель тоже автоматом появится. Это удобно. А вот на заблокированный экран почему-то вывели только две дополнительные иконки — это переключение кошельков для оплаты и умный дом. Причем для управления умным домом еще надо залогиниться, так что непонятно, в чем смысл выводить его на заблокированный экран. Впрочем, оба пункта в настройках можно отключить. Кстати, о настройках. Когда выходит новая версия операционной системы, я всегда захожу в этот раздел и стараюсь по всем веткам пройтись, чтобы найти какие-то новые функции. И вот что есть в Android 12. Из интересного есть автоповорот экрана с участием камеры. Это не особо ускоряет переход из горизонтального в вертикальный режим, но если вы лежите со смартфончиком вот так, то у вас экран уже не перевернется, потому что смартфон знает, что вы на него смотрите вот так. Функция «не отключать экран, пока смотришь на него» вроде и раньше была, как и адаптивная зарядка, которая последние 20% заряда плавненько добавляет перед пробуждением смартфона. А вот разблокировку смартфона паттерном улучшили, теперь ее не так легко запалить. И в плане безопасности операционку действительно здорово прокачали. Теперь, когда какое-то приложение использует камеру или микрофон, вы видите сверху зелененькую точку, можете нажать туда и видеть, какое приложение пользуется. Прямо в шторке настроек и микрофон, и камеру можно вообще превентивно выключить, и даже в Google камере работать не будет. Управление разрешениями вообще очень навороченное стало, можно посмотреть, когда, какое приложение получало доступ к такому-то ресурсу. Еще появилась штука под названием гибернация приложений. Что это такое? Допустим, вы скачали полгода назад игру и не пользуетесь, а она все еще собирает информацию о вас. Так вот, Android замечает приложения, которыми вы не пользуетесь, и сбрасывает у них все разрешения. А еще при первом запуске программ можно выбирать точность определения локации. Точно или приблизительно. Для соцсетей пойдет. Ну и несколько маленьких фишек, без которых не бывает нормального обновления. Ассистента можно запускать, зажав кнопку питания. Наконец, можно делать длинные скриншоты в соцсетях и не только. Появилась игровая панель, можно записывать, стримить и выводить FPS. В режиме многозадачности можно быстро поделиться ссылкой из браузера, просто перетащив ее. Улучшили режим картинка в картинке, углы скруглили, можно прятать или делать большой. И особенно приятно, что переход громкости между разными меди-источниками сделали плавным. Вот так. И если вы досмотрели до этого момента, то теперь самое интересное, что под капотом Android 12, что нам ждать в следующем году. Во-первых, у Android улучшилась производительность. Ресурс центрального процессора, необходимый для ключевых системных сервисов, снижен на 22%. И улучшено энергопотребление, потому что операционка на 15% меньше использует ресурс больших ядер. То есть Android 12 не только симпатичнее, но еще и быстрее и дольше живет, чем предыдущий. Дальше, появилась поддержка картинок в формате AVIV. Это расширение видео кодека AV1, про который мы много рассказывали. И фишка в том, что они занимают меньше места, а значит, приложения, которые используют такие картинки, будут работать быстрее. Еще одна интересная штука, которую анонсировали на Google I.O. называется Play as Download. По сути, вы сможете запускать игру еще до того, как она скачается полностью. Нечто похожее есть в игровых консолях PlayStation и Xbox. Но, к сожалению, на данный момент я не смог найти приложение, которое эту вещь поддерживает. Непонятно, запустилась ли она окончательно. Ну и самое любопытное. На недавней конференции Google Developer Summit была анонсирована полноценная поддержка складных экранов и соответствующая подстройка интерфейса и приложений под них. А кроме этого, Google выпускает полноценное ответвление Android 12L, предназначенное для больших и складных экранов. И оно уже находится в бете, а в начале 2022 года сможет выйти. Так что, если вы хотите подробный обзор Android 12L, напишите в комментариях, нажмите колокольчик, лайк, подписку, скачаем и посмотрим, что там интересно, чем это все отличается. А сегодня все. Надеюсь, ролик вам понравился, постарался собрать какие-то неочевидные моменты и личный опыт использования Android 12 на Pixel 6. Так что нажмите лайк, если это было интересно. Ну и не пропускайте новые видосы. С вами был Борис Веденский, это Дроидер. До встречи в будущем. Анонс. Android Android'ом, а опыт использования Pixel 6 по расписанию. И уже сейчас я нашел несколько вещей, про которые никто не рассказывает. Обязательно поделюсь с вами в течение ближайшего месяца, наверное.